Добрый день, друзья! В эфире дневной выпуск главных новостей дня 26 ноября. Очередной антирекорд обновлен сегодня в России. Так, по данным оперштаба, за прошедшие сутки выявлено 25 487 новых случаев заболеваний COVID-19. Больше всего заражений выявлено в Москве 6075, в Питере – 3669 и Подмосковье – 1022. Умерло 524 пациента. Сегодня Сергей Собянин продлил до 15 января часть ограничений введенных в Москве из-за коронавируса. Собянин посчитал отмену действующих мер преждевременным шагом, вместе с тем введение новых не предвидится. Теперь, до 15 января 2021 года рекомендовано оставаться дома москвичам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями, до указанной даты будут закрыты городские досуговые учреждения для детей и предприятия и организации должны будут обеспечить дистанционный режим работы минимум для 30% персонала. Вчера не стало Диего Армандо Марадоны, специальный выпуск посвященный этому выдающемуся футболисту, можете посмотреть на моем канале. Российская сборная по биатлону рискует быть недопущенной на первый этап Кубка мира в финском Конте-Алахте, накануне массовые случаи заражений были выявлены в сборных России, Молдавии и Латвии. Есть очень большая доля вероятности полного отстранения нашей сборной от этапа Кубка мира. Положительный результат у Антона Бабикова, двух врачей и массажиста. Будем надеяться на лучшее, но шансов на выступление, если честно, практически нет. Новое место сборной России в обновленном рейтинге FIFA на фоне отвратительной игры в ноябре, 39-е, что значительно хуже предыдущего. Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил об интенсификации отношений двух братских стран. Сергей Лавров, в свою очередь, отметил готовность России поддержать Лукашенко в реализации выдвинутых им инициатив, относящихся к белорусскому обществу. Сегодня Дмитрий Песков заявил о начале массовой вакцинации в России, которая, по его словам, должна начаться до наступления Нового года, причем он отметил добровольность проведения вакцинации. Осень 2020 года может стать рекордной теплой за всю историю метеонаблюдений в Москве. На текущий момент средняя температура воздуха этого сезона составляет плюс 8,5 градусов, что почти на 3,5 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщил портал Метеовести. Интерфакс сообщил о принятии депутатами Госдумы в третьем чтении дефицитного бюджета на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы. На этом мой дневной выпуск главных новостей дня подошел к концу. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, Ренат.